В эфире новости МИЭД ТВ в студии Евгения Лукина. Здравствуйте! Прошедшую пятницу состоялась ежегодная дискотека для первокурсников в Слонопате. На танцплощадке побывал Дмитрий Буянов. С 31 октября Дом культуры МИЭД превратился в танцплощадку для первокурсников университета. В этом году дата события совпала с празднованием Хэллоуина. При входе в зал всех желающих раскрашивали под стать празднику. Каждый из первокурсников попадал под протекторат одного из грехов и получал клеймо. Помимо этого, ребятам дарили оранжевые фенечки на память. По традиции на Слонопате проводились конкурсы и интерактивы. Победители получали призы и подарки. В зале можно было встретить студентов в образе семи человеческих грехов, клоунов, вампиров, ведьм и других популярных персонажей. Ребята, пользуясь случаем, делали фото в кабинке, оставляли анонимные сообщения в коробке признаний и писали мнение о происходящем на специальных плакатах. Я сдал колокольм на пять. Эмоции просто зашибись, правда. Нужна эмоциональная разгрузка. И это просто круто, честно. Я обожаю. Ребята танцевали до самого окончания мероприятия. Завели немало новых знакомств. Уже в середине ноября у студентов будет День первокурсника, от которого они ждут тех же незабываемых эмоций. Дмитрий Буянов, МИЭТ-ТВ. В зале ДК МИЭТ 1 ноября прошел концерт в честь празднования Дня Народного Единства. Мероприятие было организовано Департаментом культуры города Москвы и МФЦ «Молодежная республика» специально для студентов МИЭТа. Концертная программа удивляла разнообразием артистов, шоу барабанщиков, коллектив современного балета, песочная инсталляция. Хедлайнерами стали группа «Фруктовый кефир» и восьмикратный чемпион России и вице-чемпион мира по битбоксу «Вахтанг». 4 ноября в ДК МИЭТ состоялось торжественное открытие 6-го Московского открытого фестиваля молодежного кино «Отражение». 4 ноября в здании ДК МИЭТ состоялось торжественное открытие 6-го Московского фестиваля молодежного кино «Отражение». Гостями мероприятия стали режиссеры, актеры, продюсеры, известные деятели кино и телевидения. Программа «Вечера» включала торжественную часть и показ фильма участника. На протяжении всего фестиваля запланирован показ более 50 картин не только в зале ДК МИЭТ, но и во Дворце творчества. 30 октября первокурсники получили возможность лучше узнать свой университет. Вместе с ними тайны МИЭТа разгадывала Алина Фолкова. Кураторский квест – испытание, которое организуется для слоников всех факультетов. Уже шестой год ребята собираются командами и отправляются исследовать МИЭТ. Первокурсники узнают, кто ответственный за пожарную безопасность, измеряют стеклянные створки дверей в четвертом корпусе, считают количество орденов у военнослужащих, ищут электроны в атоме около портрета первого ректора МИЭТа, а также находят различные сладости, оставленные организаторами. Квест подходит к концу. Команды собираются в назначенном месте и ждут объявления результатов. Пока организаторы подсчитывают набранные ребятами баллы, первокурсники увлечены знакомой им с посвящением игрой. Долгожданное награждение. Победу одержала команда Альфа. Ребята получают сладкие призы и спешат поделиться впечатлениями от квеста. Найти ангстрем на стенде. Два стенда нас уделали. Три стенда нас уделали. Самое интересное было искать вкусняшки, но мы и так их не нашли. Поэтому это было интересно. Завершение мероприятия. Фото с организаторами. Теперь первокурсники знают все тайны МИЭТа. Алина Фолкова, Виктория Костенькова, МИЭТ-ТВ. 28 октября прошел матч между баскетбольными сборными МИЭТа и Финансового университета. Игра была напряженной. Итоговый счет 85-71 в пользу наших ребят. 29 октября в ДК МИЭТ прошло мероприятие для первокурсников факультета ПРИД. Интерпретация. На мероприятие побывал Антон Монетов. Не раз, наблюдая за звездами в телепередачах, мы хотели оказаться на их месте. Именно такую возможность получили студенты факультета ПРИД. Интерпретация – это аналог шоу-интуиции. Однако отгадывать факты пришлось, оказалось бы, уже знакомых кураторах и студентах старших курсов. Это мероприятие проводится для того, чтобы внести какую-то новую струю в какие-то культурно-массовые мероприятия от нашего факультета. Может быть, добавить какой-то уникальности именно нашему факультету. То есть есть черепашья бега, есть какие-то такие сезонные развлечения других факультетов, а у нас до этого такой штуки не было. И вот это – это как попытка проведения именно такого типа мероприятия. Задания были совсем непростыми. Для того, чтобы отгадать 11 участников, трем командам понадобилось более 15 попыток. Особенно тяжело первокурсникам далось начало. Собравшись с мыслями, студенты смогли осилить все вопросы, и посредством уловок ведущего в соревновании победила дружба. Все команды были удовлетворены своим результатом. Ведь главное – это участие. Совсем было круто. Очень-очень понравилось. Очень много эмоций. Организаторы остались довольны итогами мероприятия. Ведь они смогли получше узнать первокурсников. Мне очень понравилось все. Самое главное, что я видела смех в аудитории, и меня это радовало. После конкурсной программы все участники отправили в столовую на чаепите со сладкими призами. Антон Монетов, Филип Большаков, МедТВ. Это все события прошедшей недели. Вы смотрели новости МедТВ. Выпуск провела Евгения Лукина. Удачной недели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok